Доброе утро всем! Мир вам! Я хочу сегодня говорить о жизни победителей. Жизни победителя, жизни победителей. Я хочу сразу прочитать стих из книги Откровения, 12 глава. С 10 по 12 стих. Откровение, 12 глава, 10-12 стихе. Мы здесь в Откровении, и Господь говорит... Ян говорит, я услышал я громкий голос, говорящий на небе. Ныне настало спасение силы и царства Бога нашего и власть Христа Его. Мы все ожидаем этого. Мы все ожидаем этого, да? Да, мы ждем. Потому что незвержен клеветник братья наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь. 11 стих. Они победили, здесь говорится, наши братья победили Его кровью Агнца и словом свидетельства Своего, и не возлюбили души Своей даже до смерти. Итак, веселитесь небеса и обитающий на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Откровение 12 глава с 10 по 12 стихи. Отец Наш Небесный, мы хотим сейчас отложить все и хотим в это время учиться от Слова Твоего. Иисус, я хочу починить себя Тебе и Духу Твоему. Я желаю, прошу, наполни мои уста Твоим Словом и помоги нам. Дай нам уши, слышащие Слово Твое. Дай нам быть внимательными, чтобы мы отложили все, что нам мешает в сторону. Я хочу провозгласить на все это служение ни силой, ни воинством, но Духом Твоим, Господь. И я прошу Твои действия на меня и на сердце каждого, кто здесь находится. во имя Иисуса Христа. Аминь. И они победили Его кровью Агнца. И словом свидетельства Своего они возлюбили души Своей даже до смерти. братья и сестры, это откровение. Это последнее почти откровение, которое дано людям. и мы видим положение на небесах, и мы видим, что там был дьявол, будет дьявол, пока еще он там, который обвиняет братьев верующих, клевещет, значит, он обвиняет. Он клевещет перед Богом. Что значит клевещет? Кто такой клеветник? Бог, это тот, кто передает тайные вещи за спиной. Это как рассказ об Иове, когда мы видим тот же самое действие, когда сатана стоит перед Богом, и Бог говорит, ты обратил внимание на сына моего дорогого Иова? И так, дьявол на небесах, у него все еще есть возможность стоять и обвинять нас, и клеветать на нас. Это происходило не только на небесах, но и здесь на земле, в наших мыслях. Вы знакомы с ситуациями, когда дьявол хочет сказать тебе, Тоби, ты недостаточно хорош, ты недостаточно хорош, чтобы сделать что-то, то или другое. Ты все время согрешаешь. Как можно тебя называть Детем Божьим? Может, он приходит и говорит, ты такой низкий, ты слишком высокий, ты слишком толстый или худой. У тебя недостаточно мускул. У тебя нос слишком длинный. Он хочет внести в нашу голову, что мы какие-то не такие. Он хочет обвинить нас. Неважно, что мы все боремся с мыслями и всякими вещами. И может быть, даже другие люди, которые говорят нам что-то и укрепляют эти мысли нехорошие. Что мы с этим делаем? И мы сегодня хотим говорить о жизни победителя. победителя победителя и о дьяволе, который дает нам духовную войну. Мы сегодня, и вы, я и вы, мы хотим понять сегодня, что у нас есть, когда у нас есть мысли, это может прийти от нашей души. И это также может прийти от сатаны, который хочет нас обвинить и нас склонить к чему-то. Есть духовный мир, и мы должны быть должны быть уведомлены об этом. Есть война в физическом мире, и мы должны воевать за нашу свободу, за наш мир. И мы также глубоко-глубоко во всем этом сейчас. Также есть война в духовном мире. Также есть война в духовном мире. И мы должны понимать, что мы обязаны сопротивляться и вставать против этих атак. Я хочу поговорить об этом, как жить в победе. как видится жизнь победителя. И здесь написано в этом стихе они победили его. я хочу говорить о секрете этого слова. И это слово идет из греческого, потому что весь Новый Завет написан на греческом языке. Вы знаете, что это означает этот знак? Найк. Это символ Найка. Откуда пришло это имя? Кто-то знает? Найк это имя греческого бога. победы. И те, кто покупает Найк, они в конце концов хотят быть победителями. победителей и те, кто победит. Это слово Никаро. Греческое слово. И на иврите это означает побеждать и противостоять, преодолевать, иногда завладевать чем-то. Обратите внимание, если мы призваны в Слове Божьем быть победителями, значит, мы должны что-то сделать. Это не произойдет само собой. забладеть это не означает, что оно произойдет само собой. И побеждать это не значит, что ты сидишь на стуле. Я хочу начать прежде всего показать цель обетования, которые есть для каждого из нас, когда мы побеждаем. Каждый, кто знает Писание, и мы обратимся к книге Откровения, 2-я, 3-я глава, он сразу вспомнит эти слова. Там написано семь писем посланий к семи церквам. все эти церкви они совершенные? Нет. И все же мы как верующие призваны быть частью церкви. И мы призваны быть вместе как верующие. Бог касается в этих посланиях, и каждой церкви он говорит, что хорошо, что нужно исправить, и он также ободряет. И каждая церковь в своем периоде. кто-то говорит, что он богат, но каждой церкви он говорит две вещи. Каждое послание заканчивается так. Если это так, то эти две вещи актуальны также и для нас. Первое, имеющий ухода слышит, что Дух говорит церквам. Итак, давайте попросим у Бога уши, которые могут слышать Его Слово. И вторая часть, то, что он говорит каждой церкви, побеждающий получит что-то и там есть список. Давайте посмотрим на это, потому что действительно обетование для нас. Эфеска церкви, он говорит, мы в Откровении 2 глава 7 стих, он пишет, побеждающим и дам вкушать одрево жизни, которое посреди рая Божия. Откровение 2.7 Вторая часть стиха. Тот, кто побеждает, он придет в Царство Небесное. 11 стиха. 11 стиха. Церкви Смирне, имеющий, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. не потерпит вреда. Возможно, мы умрем в этом мире, это первая смерть, но вечная смерть не принесет вреда побеждающему. мы желаем этого обетования в нашей жизни. Да. И в пергамской церкви он пишет в 17 стихе. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну и дам ему белый камень и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. вторая часть 17 стиха. Вы это понимаете? Я нет. Не все я понимаю. Это слышится немного странно. Мы еще придем к этому. четвертое послание 26 стих Пятерской церкви. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками. это тысячелетнем царстве. Господь Господь даст верным своем управлять. И здесь есть условия не только тех, кто побеждает, но и соблюдает дела мои до конца. Давайте обратим на это внимание. Тут есть несколько вещей, которые дают нам понимание, и как мы должны действовать. Пятая церковь сардистская 5 стих 3 главы. Побеждающий обличется в белой одежде и не сглажу имени его из книги жизни. Исповедуй имя его пред отцом моим и перед ангелами его. Откровение 3 глава 5 стих. Есть две вещи, которые мы можем здесь понять, и этот стих очень простой. Здесь написано «Я не сглажу имени его из книги жизни». Это значит, что есть такая опция, что кто-то может изгладить чье-то имя из книги жизни. И прежде он сказал, что тот, кто до конца соблюдает. И также еще одна деталь, что он говорит, что исповедуй имя его перед отцом моим и перед ангелами его. Мы еще придем к этому 12 стих. Филадельфийская церковь. побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. Что такое столпы? Это у нас здесь два столпа, если они держат это здание. Это также обещание быть в Царстве Небесном. Последняя церковь Ладыкийская 21 1 стих 3 глава Откровения «Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем». Такие обетования обещания быть с Иисусом на небесах и сидеть с Ним на престоле. Каждый, кто сидит здесь, верю, что желает этого. И мы хотим побеждать, быть одним из тех, которые в числе тех, кто побеждает. тот, кто слышит Слово Божье и исполняет. В то же время это для нас предупреждение. Предупреждение, которое говорит, если мы не побеждаем, мы не участвуем в этом. у нас нет в этом части. И мы упустим много благословений. Давайте посмотрим на это. Что значит побеждать? И я думаю, что это недалеко от нас, потому что каждый из нас знает, что такое побеждать, преодолевать и бороться с какими-то вещами в нашей жизни. Почему я начал с этих обетований? Потому что это очень важно, что если мы что-то делаем в своей жизни, потому что это правильно и соответствует той цели, которая у нас есть перед глазами. Потому что мы знаем, куда мы идем и куда мы хотим прийти. Если у нас нет этой цели перед глазами, то очень легко сбиться направо или налево. возможно мы до конца не понимаем, что такое все эти обетования. но мы сегодня как гусеница, которая находится с левой стороны на этом слайде. и Царство Небесное это что-то другое. Нашим разумом очень трудно понять, когда мы передвигаемся еле-еле по траве, мы не понимаем разницу между тем, чтобы ползать еле-еле по траве и тем, что летает такое красивое. Друзья, это очень-очень важно, это наша цель. То, куда мы хотим прийти, то, что ожидает нас, и надо жаждать этого. И когда мы в трудное время должны побеждать, мы смотрим на то, что ожидает нас в будущем. Каждый из нас знает это. Когда мы чувствуем свою плоть, которая желает чего-то, и мы знаем, что это нужно распять, нужно отказаться, сейчас нужно победить это. Неважно, если это контролировать мысли или эпоха теплоти, или убегать с того места, которое опасно для твоего духовного состояния. Важно, чтобы перед нашими глазами мы всегда видели цель, чтобы мы знали, для чего мы живем здесь. Это важно, когда мы тренируем эту мышцу побеждать преодолевать, что эта мышца все время работает и укрепляется, и укрепляется еще и еще. я хочу вернуться к нашему первому стиху Откровения 10-й по 12-й стихе. У нас здесь есть три части, и мы хотим более глубже посмотреть на эти три части. Как эти люди, которые пришли к цели, как они победили? И здесь мы видим написано, что они победили, и до этого написано, кого победили? Дьявола. Мы конкретно знаем, кого мы побеждаем. И я здесь разными цветами отметил разные части. Кровью Его, Словом свидетельства Своего. Это Слово Божье, и также наше свидетельство. И не возлюбили души своей даже до смерти. первая часть это кровь его. Если каждый из нас сейчас выйдет на улицу и спросит человека, который немного знает историю или знает закон Тору, и если мы спросим его, что значит кровь его, что он скажет? И он скажет, это кровь агнца пасхального. Можем продвинуться еще на один слайд. Мы знаем это, мы знакомы с этим. видим, как здесь израильтянин помазывает косяки дверью. Как он помазывает косяки двери. Давайте прочитаем это. Два стиха в книге Исход, 12 глава, 22 и 23 стих. Книга Исход, 12 глава, 22 и 23. Обратите внимание, это очень важная часть сейчас то, что мы изучаем. И возьмите пучок из стопа и обмочите кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде, и вы, никто не выходите за двери дома своего до утра. И пойдет Господь поражать Египет и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения. Исход 12 глава с 22 по 23 стихи. Мы видим здесь, что нужно было сделать. взять пучок исцова, взять кровь, обмочить крови, опустить сосуд и помазать перекладину и оба косяка дверей крови. Обратите внимание на 23 стихи. Что кровь это, как она влияет в бит и к н к господь будет поражать, он увидит кровь и пройдет мимо. Этот ангел губитель, который приходит в наши дома, в наши семьи, он хочет убить, украсть и погубить. Вы знаете это в своей жизни? Я знаю. обратите внимание, что кровь здесь делает. Ты отец, ставишь ли свою семью под кровь Иисуса каждый день? каждый из нас, не важно мы дети подростки или взрослые или пожилые. ставишь ли ты сам себя под кровь Иисуса Христа в разных ситуациях? если вдруг приходит какая-то мысль и вдруг ты видишь и ты вдруг понимаешь, что пришел враг и он хочет тебе что-то сказать, сбить тебя, рассказывать какие-то истории. Я могу сказать вам, что даже в молодом возрасте тогда еще я многого не понимал. Я находил себя в определенных местах я не чувствовал себя спокойно и молился в тишине и говорил Господь я покрываю себя кровью Иисуса. храни меня. Когда я отправляю детей в школу утром, важно мне молиться. Я их покрываю молитвой крови Иисуса не только в теле, но и в духе и в душе. И это то, чему очень легко научиться в этом мире. И это всякие мысли, которые приходят и всякие разговоры. И я верю, что когда мы сейчас читаем все это, это открывает нам глаза на важность этих духовных вещей. кровь, которая хранила в Египте от ангела губителя. И это то, что в Новом Завете Господь нам открывает, что это кровь Иисуса. Евангелие от Иоанна, 1 главе, 39 стих. Когда Иоанн видит Иисуса, он говорит, что он видит идущего к Нему Иисуса и говорит, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. 1 Коринфина, 5 7 стих. 1 Коринфина, 5 глава, 7 стих. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы безквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. И нам здесь понятно, что Иисус есть наша Пасха. И эта кровь, она действует, как действовала кровь тогда в Египте. И сейчас очень важный шаг, послушайте. Иисус умер за нас на кресте 2000 лет назад, и эта кровь вы здесь видите на картинке внизу этот Агнец, который умершлен. Недостаточно было просто убить его порога и все. Отец с той же самой семьи он должен был что-то сделать. Он должен был взять из сосуда у порога, то есть из этой впадины взять кровь и сопом помазать косяки. кровь Иисуса она действенна. Но делаем мы что-то с этим или нет? Пользуемся ли мы этим? Дерек Принц сказал, что в один день он понял, что то, что нам помогает побеждать, это наше свидетельство. Слова, которые мы провозглашаем, которые мы говорим, это Исоп. Это растение, которое находится в любом месте, и которое было очень простое и очень доступное. И оно находится, и оно мы можем, каждый из нас можем пользоваться этим. кровь Иисуса и Слово свидетельства. Это Исоп и кровь. Важно, чтобы мы пользовались этим, чтобы мы покрывали косяки дверей крови Иисуса. Я хочу сказать вам, мы должны делать это в видимом и в невидимом мире. Я прежде хочу сказать, что означает делать это в невидимом мире. И я хочу сказать, по-моему, прежде всего, это Слово Божье. Я хочу прочитать книгу из Послания Эфесянам. Первая глава, седьмой стих. В котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Эфесянам 1.7. Мы читаем здесь стихи о том, что значит кровь Иисуса. Я хочу ободрить вас. Если мы хотим пользоваться кровью Иисуса в нашей жизни, мы должны знать, что это и для чего это. И мы должны держаться этого и провозглашать это в своей жизни. Ты знаешь, что есть у тебя свидетельство о прощении грехов через кровь Иисуса Христа. Ты используешь это изо дня в день. Давайте также прочитаем первое послание Иоанна, первая глава, 7 стих. Если же ходим во свете, потом как он во свете, им общение друг с другом. и кровь Иисуса Христа Сына Его очищает нас от всякого греха. Первое послание Иоанна, 1 глава, 7 стих. Когда враг приходит и говорит, обвиняет тебя, ты каждый раз падаешь. Важно важно тебе, чтобы мы стояли на этой истине, что кровь Иисуса Христа очищает нас. Написано, если мы ходим во свете, да, мы должны идти ходить во свете, мы должны исповедовать наши грехи, выносить их на свет, не скрывать их. И тогда мы можем сказать, дьявол, уходи отсюда, нечего тебе сделать здесь, потому что кровь Иисуса очистила меня. Я могу стоять перед Богом чистым. Это так важно, что если мы видим и принимаем и не принимаем эти мысли, что мы стоим в этом, это может нас держать. Когда дьявол приходит и обвиняет нас, чтобы мы стояли и противостояли этому, когда мы провозглашаем эту истину. Римлянам, 5-я глава. 9-й стих. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью, спасемся им от гнева. Мы получили оправдание. Вы помните эти белые одежды, о которых мы читали? это наша одежда оправдания. Последний стих. Евреям, 13-я глава, 12-й стих. Иисус, дабы освятить людей кровью своей, пострадал вне врат. Он дал нам освящение, святость. Он дал нам обновление. святость. И я специально написал это подряд на слайде по порядку все эти стихи о крови Иисуса, чтобы мы подумали об этом. Сколько раз сатана приходит и обвиняет нас в этих вещах. И очень важно нам провозглашать это в невидимом мире. Обратите внимание, я не говорю здесь просто о том, чтобы говорить хорошие слова о нашей жизни. Не призывать позитивную энергию в нашу жизнь. Или все время позитивно мыслить. мы верим, что Слово Божье это истина. Правильно? Давайте будем провозглашать Слово Божье, потому что это истина в нашей жизни. Давайте открываем первое послание Иоанна 5 глава 4 и 5 стихи. Ибо всякий рожденный от Бога побеждает мир, и сия победа победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий. Первое послание Иоанна 5 глава 4 и 5 стихи. Можем посмотреть здесь на этот список и сказать да, мы нуждаемся в вере, верить в это, и мы должны верить то, что Иисус Он Сын Божий, что Он есть Пасха наша, что Он умер за нас на кресте. И Он восстал из мертвых. И да, Он дал нам свидетельство прощения грехов. Он очистил нас. Он дал нам оправдание. И Он дал нам освящение. Мы можем верить в это? Что мы сделали для всего этого? Ноль ничего. Это не по нашим заслугам. Иисус все сделал за нас. Но мы должны понимать и верить, что это истина. И мы должны взять эту кровь и помазать, использовать это в своей жизни, провозглашать эту истину в своей жизни. если мы оставляем кровь в сосуде, жаль, мы сделали половину только дела. ангел губитель проходил там, где он видел кровь именно на косяках и на перекладине дверей, он проходил мимо. это работает в твоей жизни. Когда мы помазываем косяки и перекладины дверей в нашей жизни, и мы верим, что Иисус он силен и вся наша жизнь в его руках. есть также другая часть это слово свидетельство. мы говорили сейчас о том, чтобы провозглашать эти духовные вещи в невидимом мире, но есть еще часть в видимом мире. Тот, кто каждый прошел эти дома в Египте, он видел, а вот этот дом Бенемина, здесь мы видим кровь. Этот дом также, а вот этот дом нет. Нет там крови на дверях. В конце концов, есть результаты и последствия жизни нашей, когда мы провозглашаем или не провозглашаем эти вещи. Если мы настоящие, и то окружение нашей жизни, те, кто нас окружает, видят, что мы дети Божьи. Также, как в делах, как мы себя ведем, но также в отношении того, что мы говорим. Итак, это очень важно, что мы делаем. Мы читаем Слово Божьем, когда говорится о жене, чтобы они вели себя как-то определенным образом, прилично, и житием своих жен, их мужьям могут спастись. Когда мы получили обед в Кеньоне, там было 45 подростков, и вдруг подошла пожилая женщина, и она хотела сесть рядом на одном из мест за столом. И я попросил, мы здесь готовим для детей место, если вы можете, может, за другим столом найдете место, там было полно свободных мест. И потом пришла вся эта группа, мы начали есть, и вдруг эта же женщина обращается ко мне. Кто вы? Вы такая красивая группа, и так хорошо себя ведете. И я основной сказала, скажи им это. да, действительно, это было приятно, люди видят со стороны. Да, наше свидетельство и в делах, но не нужно останавливаться на делах. Также наши уста, наши слова, они очень важны. Я хочу ободрить вас. Написано Дух Божий направит на вас. Что говорить перед судом, перед людьми, или в армии, перед людьми, неважно где. Дух Святой, Он скажет нам, что говорить. что мы читаем слово Божье, то есть чему напоминать Духу Святому, когда будет нужда. Он напомнит именно то, что мы читаем. нас есть Бог самый сильный, тот, который контролирует, и мы видим, как Он исполняет свои обещания, как в нашей личной жизни, так и в более распространенном мире. мы всегда должны быть уверены и готовы дать свидетельство о Нем. Очень важно. 10 глава от Матфея, 32, 33. И Это то же самое, что Бог говорит в церкви «Я не сглажу его имя из книги жизни» и исповедую его перед отцом и перед ангелами его, для побеждающего, он так говорит. Давайте еще раз посмотрим на 11 стих Откровения Иоанна, 12 глава, 11 стих. Мы должны провозглашать эту победу, истину в видимом и невидимом мире. И мы также должны открывать свои уста, чтобы свидетельствовать, что Иисус есть Господь в нашей жизни. И последняя часть «И не возлюбили души свои даже до смерти». Я хочу начать с того, что когда у нас есть картины этой бабочки в голове, я сегодня чувствую себя как гусеницы. И когда мы находимся во чреве матери, мы думаем, что это все. Мы ничего не знаем, кроме этого. И мы иногда думаем, что здесь лучше всего мы останемся во чреве матери. Но сегодня люди, которые находятся вне чрева матери, они понимают, насколько этот мир разнообразен. И также сегодня мы ограничены в том, что мы знаем о Царстве Божьем. И Бог призывает нас не любить эту жизнь в этом мире, не стоять на своем мнении, не стоять на своей плоти, на их похоти плоти, но поставить Царство Божье в первенство нашей жизни, в приоритет. И последний стих, который я хочу прочитать, это Римлянам 8 глава. Давайте прочитаем несколько стихов. Прочитаем это тихо, медленно, чтобы каждый подумал о своей жизни. Римлянам 8 глава, 31 стиха до конца, до 39. Будем читать медленно. Если Бог за нас, кто против нас? Кто, который сильно своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам всего? Кто будет обвинять избранных божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Амьон Машיח, Ишюх, Ашер мит? Блин, но и в beauty. Он нет тесной Бога, Он не ходатайство за нас. Он не ходатайство за нас. Кто отмечает нас от любви Божьих? Ми הפридемо ма овата Машיח? Амь цара, омь от теснокка, или гонение, или голод, или наглада, или опасность, или мяч, Как написано, Как написано, Как написано, Что это означает? Я думал об игре, футбол. Есть разница, если ты побеждаешь 1-0 или 6-0. Более побеждающие – это те, кто побеждают 6-0. Это то, к чему нас Павел призывает. Во всех трудностях и в состояниях, где есть трудности, мы боремся, мы воюем. Давайте вспоминать об этой бабочке и о той любви, которую Господь даёт нам, что Он сделал всё, и Он пожертвовал Своего Сына. И мы просто должны взять это и пользоваться, и провозглашать. Давайте возьмём несколько минут тишины, каждый, и подумаем о том, где мы сегодня побеждаем, где мы проигрываем, где в этой духовной войне мы пользуемся этим оружием. Кровь Иисуса. Слово свидетельства нашего. Слово Божье.